Какие меры принимаются сейчас для поддержки предпринимателей и в каких сферах могут возникнуть серьезные проблемы? Об этом говорили сегодня на первом заседании оперативного штаба по экономическим вопросам. Кабмин Чуваший подготовил предложение в адрес правительства страны о расширении перечня отраслей экономики республики, наиболее пострадавших в условиях пандемии коронавируса. В такую перечню вошло 19 сфер действий. Мы также хотим предложить расширить указанный перечень организаций торговли, которые несут значительные убытки из-за приостановления своей деятельности, если они предоставили все отсрочки тем предпринимателям, которые находятся на их территории. Также по предложению Минстроя это сфера ЖКХ и строительства. Также необходимо еще будет корректировать и уточнять льготы и послабления, положенные представителям бизнеса, пострадавшим в сложившейся ситуации. Вопросов от предпринимателей сегодня поступает много. Специально для них на сайте «Мой бизнес» организована горячая линия. Олег Николаев предложил объединить усилия в информировании и помощи бизнес-сообществу. Я предложил бы здесь консолидировать усилия, прежде всего, ТПП, деловых, общественных организаций, предпринимателей и «Мой бизнес», который у нас недавно открылся. И здесь, Игорь Владимирович, давайте отработаем в рабочем порядке в кратчайшие сроки механизм координации деятельности. В аграрном секторе сегодня только 8% от общего числа сельхозпроизводителей не работают либо трудятся дистанционно. К севу юровых приступили вовремя в 16 районах республики. На данный момент засеяно около 5000 гектаров площадей. Все поставщики горюче-смазочных материалов, удобрения и запчастей также работают в штатном режиме. Не ожидается и задержек финансирования отрасли. На 2020 год на поддержку сельского хозяйства и развития села предусмотрено 3,3 миллиарда рублей. В том числе на поддержку АПК Чувашской республики предусмотрено 2,6 миллиардов рублей. Затруднения вскоре могут возникнуть у городского транспорта. Как сообщил сети-менеджер Алексей Ладыков, по расчетам троллейбусного управления других перевозчиков, сумма недополученного дохода за март и апрель может составить около 120 миллионов рублей. Но это еще только часть проблемы. Проблема ставится перевозчиками, что лизинговая компания, ну в частности Пионер Лизинг, отказывает в отсрочках, требует своевременной оплаты или ставит вопрос о расторжении договора и изъятии предметов лизинга. То есть у нас рушится будет система пассажирских перевозок. И вот здесь я бы хотел эту тему пообсуждать в дальнейшем и предложить выделение финансовых средств в качестве мер поддержки. Между тем, большинство автобусов в городе было приобретено именно в лизинг. Олег Николаев поручил Минфину и Миннеку проработать вопрос о отсрочке подобных платежей для предпринимателей, занимающихся транспортными перевозками. Наталья Егорова, Никита Углев, Вести Чувашия. Наталья Егорова, Никита Углев.